Здравствуйте! В эфире выпуск программы «День за днём». С вами Виталий Волков. Основные темы выпуска. Десногорцы отметили День города. Неоценимый вклад в жизнь города вносим мы все. Все те, кто любят наш замечательный город, жемчужину в Смоленской области. В Смоленской области прошли выборы губернатора. Я думаю, что жители и города Десногорска, и Смоленской области в этот день сделают правильный выбор. Развитие атомной генерации на Смоленщине даст стимул социально-экономическому росту в регионе. Я очень благодарен президенту страны за то, что он поддержал инициативу администрации области, инициативу «Росатома». В городе-спутнике Смоленской АЭС открылась приемная Общественного совета «Росатома». Это большой поспорник для жителей нашего города. Это большой плюс. Есть возможность прямого общения через представителя Общественного совета. 12 сентября атмосфера в Десногорске царила совсем не торжественная. Немноголюдные улицы, скромное оформление, запрет на проведение массовых мероприятий. Тем не менее, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, день города 2020 состоялся. Десногорск отметил свой 46-й день рождения. Из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этом году пришлось отказаться от традиционного парада и шествия трудовых коллективов города. Не было в этот раз и концертов с приглашенными знаменитостями, мероприятий в парках и других развлечений с большим скоплением людей. Под вопросом был даже салют. Тем не менее, без праздника десногорцы не остались. Как и в прошлом году, на Аллее Славы возле администрации состоялось ежегодное обновление «Доски почета». В летопись трудовой славы Десногорска занесены еще 12 имен. Все они заслуженные работники организации города. Педагоги и медики Десногорска были награждены благодарственными письмами от губернатора Смоленской области Алексея Островского. Пандемия коронавируса показала, насколько значим их труд. Сегодня мы будем чествовать наших уважаемых работников различных профессий, потому что все вы в целом вкладываете свою энергию в экономику нашего города, нашей родной Смоленщины. Поэтому вас всех с праздником, дорогие друзья. «Неоценимый вклад в жизнь города вносим мы все, все те, кто любят наш замечательный город, жемчужину Смоленской области. С праздником вас всех! Здоровья, счастья! Ну и, конечно, чтобы наш город процветал, в дальнейшем только улучшался нашими с вами стараниями». А на спортивной площадке 4-го микрорайона состоялся турнир по баскетболу среди мужских команд на призы Смоленской атомной станции. Соревнования были посвящены 75-летию атомной промышленности. «Хочется поздравить с Днем города, жильки Десногорска. Успехов и процветания нашему городу. Занимайтесь баскетболом, занимайтесь спортом, любите спорт. И ждем вас на наших турнирах». Кульминацией праздника стал великолепный салют. По признанию десногорцев, именно он впечатлил их больше всего в усеченный день города. «Если честно, давно не было такого салюта. Сегодня вообще просто шикарно. Всем очень понравилось, особенно моему ребенку». Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В эти выходные жители Десногорска не только смогли отдохнуть, но и выполнить свой гражданский долг. Десногорцы голосовали за одного из кандидатов на пост губернатора Смоленской области. Из-за режима повышенной готовности голосование в этом году проходило в течение трех дней. В 8 утра работа избирательной комиссии началась и в детской библиотеке. Самыми первыми выбрать губернатора области на ближайшие 5 лет пришли пенсионеры и люди среднего возраста. При этом проголосовать мог любой житель Десногорска, достигший 18 лет. Одним из первых на избирательный участок прибыл глава Десногорска Андрей Шубин. «Я думаю, что жители и города Десногорска, и Смоленской области в этот день сделают правильный выбор. Нас интересуется стабильность, уверенность, движение вперед». Организованное и по всем правилам проходило голосование и на других избирательных участках. В соответствии с САН и ПИД требованиями всем избирателям измеряли температуру тела и проводили дезинфекцию рук. Сам процесс голосования обеспечивали члены комиссии. Всех граждан фиксировали по адресам и выдавали подготовленные бюллетени. За исполнением избирательных законов в качестве наблюдателей следили представители кандидатов и члены общественной палаты. «Каждый из нас обязан сделать свой выбор, проголосовать за кандидата, за которого ему хочется проголосовать, чтобы поучаствовать в жизни своей страны, не быть равнодушным». После обработки региональным избиркомом 100% голосов стали известны результаты. Из 760 тысяч избирателей Смоленской области сделали свой выбор 216 тысяч человек. Алексей Островский набрал 56,6% голосов. На втором месте Андрей Митрофаненков, у него более 25%. У Ольги Калистратовой 8%, у Александра Бичаева чуть больше 6%. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Развитие атомной генерации на Смоленщине даст стимул социально-экономическому росту в регионе. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский на пресс-конференции в ходе рабочего визита в Десногорск 10 сентября. По мнению Алексея Владимировича, сооружение новых генерирующих мощностей Смоленской АЭС-2 позволит укрепить экономические позиции региона, продолжить успешно развивать сотрудничество с Росатомом. Что, несомненно, самым положительным образом скажется и на социальной сфере Атомграда и всей Смоленщины. Я очень благодарен президенту страны за то, что он поддержал инициативу администрации области, инициативу Росатома по необходимости строительства второго энергоблока Смоленской атомной станции. Безусловно, строительство блока будет иметь синергетический эффект. Я уверен, что весь строительный комплекс Смоленской области в той или иной степени будет задействован в этой работе. Уверен, что строительство второго энергоблока даст новую жизнь замечательному городу Десногорску. Наверняка появятся новые рабочие места. Возможно, увеличится налогооблагаемая база. Проект сооружения Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВР-ТОИ включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством Российской Федерации. Уже в этом году он войдет в инвестиционную программу Росатома. Новым этапом социального партнерства Смоленской области и атомной промышленности стало заключение соглашения о сотрудничестве, которое подписали 2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и губернатор Алексей Островский. Росатом – социально ориентированный партнер администрации области. Платятся значительные налоговые средства как Росатомом, так и Росэнергоатомом, дочерней структурой. Совместными решениями с руководством Росатома мы каждый год вкладываем очень значительные для Десногорска средства в обновление и модернизацию социальной инфраструктуры. В детские садики, в школы, в поликлинику. И я уверен, что это сотрудничество идет на благо десногорцев. И благодарю Росатом за то, что такие значительные средства в виде налоговых отчислений ежегодно вкладываются в этот город. Кроме того, Алексей Островский посетил социальные объекты Десногорска. Мемориальный комплекс «Курган Славы», масштабная реконструкция которого ведется при поддержке Росатома, а также «Атом-класс» в общеобразовательной школе номер 3, созданной в рамках проекта «Школа Росатома». Также губернатор проинспектировал выполнение ранее данных им поручений по ремонту дорог в Десногорске. Приемная общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Десногорске станет еще одним инструментом взаимодействия руководства атомной отрасли, администрации города и общественных объединений для решения самых насущных и злободневных вопросов общественной жизни города. Любой житель Десногорска сможет обратиться сюда со своими предложениями, проектами, инициативами. В церемонии открытия приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, представители руководства госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», администрации Десногорска и Смоленской АЭС, ветераны атомной станции. Общественный совет государственной корпорации «Росатом» возглавляет Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор, так сложилось, так установлено правилами и порядками государственной корпорации и решение общественного совета обязательно для исполнения во всех организациях подразделениях государственной корпорации. Общественная приемная Росатома в Десногорске станет площадкой для обсуждения инициатив жителей по волнующим их вопросам, таким как безопасность, экология, благоустройство, дальнейшее экономическое и культурное развитие города, станет местом обсуждения отраслевых проектов, где также будет осуществляться общественный контроль за воплощением проектов в жизнь. Это большой подспорье для жителей нашего города, это большой плюс есть возможность прямого общения через представителя общественного совета выходить напрямую на руководство государственной корпорации и консультации Росэнергетики. В общественной приемной десногорцы могут получить консультации по широкому спектру вопросов о перспективах развития атомной энергетики, эколого-социальных аспектов, ядерных технологий, подать обращения и предложения в общественный совет Росатома и получить помощь в подготовке обращений к органам власти. Ветераны Смоленской атомной инстанции ведут очень активный образ жизни, как в личном плане, так и в плане общественном. Они никогда не отошли ни от одного мероприятия городского, станционного, и наши ветераны очень благодарны, что и Смоленская аэрс, и город всегда привлекают ветеранов участие во всех общественных мероприятиях города. Мы вам благодарны, что вы развиваете сельскохозяйство, развиваете промышленность области. Это очень важно для всех, и в том числе для ветеранов, чтобы видеть, что все, что было когда-то потеряно, сейчас возрождается, и мы надеемся на будущее развитие Смоленской области. Руководителем приемной Общественного совета Росатома в Десногорске назначен заместитель начальника управления информацией Смоленской АЭС Михаил Хоботов. Приемная работает в здании ЦСО «Нейтрино», первый этаж, кабинет номер 144. Время работы – понедельник-пятница с 9 до 18.00. А теперь коротко о погоде. 15 сентября в Десногорске будет облачно, днем плюс 18, ночью плюс 12. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте disneyadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok